здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы с вами поговорим о луке и чесноке ну лук и чеснок мы рассмотрим двух ракурсах лук и яровой чеснок это подкормки зимой чеснок как убирать когда убирать и какие нюансы есть при этом чтобы он долго хранился ну у нас в условиях беларуси значит откуда веду свою съемку лук как правило созревает где-то число 10 августа то есть и целый месяц еще есть у нас на то чтобы наш лук дал хороший крупный урожай что по луку необходимо помнить что видите лук стоит хороший мощный но погода засушливая поэтому лук очень нуждается в поливах лук который поливается в июле месяце дает очень крупные луковицы но если погода сейчас на дворе 32-33 градуса и без полива конечно на большой урожай даже такой хорошей ботве надеяться не приходится в этом первое что необходимо помнить необходимы поливы луку и яровому чесноку поливы потому что именно эту пору их нарастают большие луковицы из-за воды следующее чем мы будем увеличивать размер луковицы это подкормки ну потва уже есть сейчас нам необходимо чтобы все питательные вещества с листьев ушли в луковицу ушли в луковицу что мы для этого будем делать лук нуждается подкормках именно фосфорно-калинными удобрениями что мы можем использовать фосфорно-калинных удобрений ну самое простое это конечно взять чайную ложку монокалия фосфата вот удобрения думаю удобрения вам знакомы все вы все вы его знаете это удобрение и добавить туда стол столовую ложку только без верха сульфата калия все эти удобрения мы смешиваем у нас получается равноценное удобрение с примерно одинаковым соотношением питательных веществ фосфора и калия такое удобрение очень хорошо способствует оттоку питательных веществ в течение двух недель из листьев в луковицу они становятся более крупные но тут конечно могут скептики появятся или не всюду есть такие эти удобрения что сделать можно можно лишь чем-то заменить конечно обыкновенная древесная зола берем древесную золу но тут есть у вас точно так же как у нас в условиях белорусского месяца до уборки значит можно просто сделать бороздочку посыпать залу между радио и пролить водой она будет усваиваться она выполнить свою роль оттока питательных веществ из листьев луковицу вот но если уже вас остается лук уже пожелтел уже сильно пожелтел знаете древесная зола в таком виде она эффекта не даст ее необходимо значит в горячей воде стакан древесной золы на 10 литров воды взяли горячей водой залили час постояла и уже таким настоем разболтали и проливаем наш лук тогда питательные вещества из золы усваивается быстро луком и будут способствовать росту роста урожая такие подкормки очень-очень необходимы ну и что же не забываем что нас вот луковица растет а вместе с ней у почвы могут находиться болезни находиться вредители поэтому в эту подкормку очень полезно добавить что мы будем добавлять ну самое новое что можете добавлять растим овощи процветок растим овощи процветок колпачок на 10 литров воды это вообще ни о чем но эффект потрясающий добавляем любое удобрение которое мы будем подкармливать наш лук добавили полили прекрасно нет у вас растим овощи вы же покупали раньше и сяную палочку профит и триходерму профит вас есть эти элементы добавляйте эти элементы почему надо это биологические препараты которые за шлистят наши луковицы в земле от повреждения болезнями и наши луковицы будут лучше храниться поэтому добавляем сейчас повышаем защиту и без вредно есть вы даже пролили семной палочкой триходермы или растим овощи нас сегодня пролили уже завтра эту луковицу можете использовать пищу без запаски это не химия это без 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 вредно так что поняли ну подкормки как я объясняю можно сухом виде но лучше в жидком виде они больше достигают достигают эффекта но не забываем следующий нюанс что про наш лук вот он хороший наш в июле месяц начинается колебание ночных и дневных температур вот и тут появляется пероноспороз ложная мучнистая роса наш лук покрывается с буквально за одну ночь серым налетом а что нам необходимо сделать здесь необходима профилактика а профилактика очень простая вот 50 грамм пищевой соды или 30 грамм кальцинированной соды на 10 литров воды или 100 грамм жидкого мыла на 10 литров воды разболтали и обильно сопрытка смачиваем листья такой шелочной раствор значит он задерживается на листьях и соответственно потом ложная мучнистая роса не будет повреждать наш лук нашу потому что если лук повреждается становится таким сядым наш отток питательного через резко сокращается потому что листва быстро засыхает и не спевает дать нам полновесные луковицы и вдобавок луковицы которые уже были повреждены болезнями перо верхняя часть они потом хуже хранятся поэтому такую миру профилактики мы предпринимаем для на для нашего лука ну несколько иная картина будет про лук вы поняли как иметь крупные луковицы да и что ж если про лук уже закончить до конца как мы поймем когда убирать наш лук так вот самый верный признак для уборки лука это то что у него уже видно будет что наружная чешуя окрасилась у сейчас она пока такая зеленоватая зеленоватая зеленовато желтая вот а потом на сайт коричневой станет коричневой наш лук наш начинает созревать но самый верный признак что перо должно лечь на землю если перо на что как бы над ламва сложится на землю на через неделю после того как это массово прошло вы можете спокойно уже убирать ваш лук но опять же про лук замечу что как бы многие просто-напросто выдергивают его из почвы что не совсем правильно почему потому что при выдергивании из почвы корни да так просто держится за землю что можно повредить донца лук с поврежденным донцем он не хранится долго месяц-два и он начинает донца загнивать и портится поэтому я всегда свой лук что делаю подкапываю беру лопатку и каждую луковицу подкапываю 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 ну и вот лук самое важное что необходимо что болезни его не повреждали после того как его выкопали его надо греть на солнце три дня примерно не смотрите что на дворе температура может быть очень высокая положили на один бачок ваш лук просох прогрелся на солнышке перевернули завтра на другую сторону пусть другая сторона опять же греется на солнышке лук который так вот будет сделан он будет храниться гораздо гораздо лучше ну а теперь перейдем к яровому чесноку яровой чеснок это такая культура которая созревает условиях беларуси в конце августа месяца ну кроме конечно подзимних посадок так вот по яровому чесноку сейчас интенсивно нарастают листья он может быть дохловатый сейчас поэтому начало июля очень хорошее время для азотной подкормки ярового чеснока яровой чеснок подкормлен в начале июля даст хороший урожай но тут смысл такой в начале июля мы нашему чесноку яровому дадим азот на калийную подкормку а во второй половине июля мы дадим фосфор на калийную подкормку что вы будете использовать там самодельные там средства залу будете использовать вот или настои там зеленых растений это уже ваше дело вы исходя из своих возможностей но две подкормки ярового чеснока в начале и в конце июля даже будет гарантировать вам хороший урожай этой культуры ну а сейчас мы перейдем уже другой более интересной теме к уборке азимого чеснока теперь когда мы все знаем о подкормках лука и чеснока мы поговорим о самой приятной части то есть о уборке урожая ведь июль месяц это время когда созревает азимый чеснок как определить созревание азимого чеснока как убрать его так чтобы иметь максимально крупную луковицу которая и имела бы высокое качество и хорошо хранилась можно ли этого достичь по каким-то внешним признакам конечно можно я научу вас как это делать ну самый простой способ который вы все знаете это то что должна цветочная стрелка растрескиваться растрескиваться обнажилась соцветия обнажились наш чеснок можно смело уже копать но этот признак не совсем верный почему потому что чесноки бывают как ранних сортов средних так и поздних поэтому то есть на этой градке где у меня высаженные чесноки разные видно что одни чесноки еще зеленоватые другие уже из родно пожелтели так будем искать другие признаки по которой можем определить готовность чеснока к уборке для того чтобы он и не растрескался и имел максимально крупную луковицу ну кто-то возразит что можно чеснок копать раньше зелеными листьями да можно но луковица будет мельче это один нюанс а второй нюанс зубки урана выкопанных луковиц очень крепко сидят друг другу разделить такую луковицу приходится с трудом то есть она не вызрала она как бы срастается поэтому вот если вам это не надо и чтобы луковица хранилась вас до нового урожая на очки опами в оптимальной сроке чеснока который стрелкуется вот например у меня он мы убрали цветочные стрелки стрелок у нас там практически нету так вот признаком того что готовность чеснока к уборке будет пожелтение нижних листьев если три нижних листа пожелтели и стрелка которую мы удаляли тоже начала уже засыхать желтеть значит самый оптимальный срок уборки чеснока опаздывать нельзя потому что уборка чеснока как бы 7 дней дается как бы то время никогда оптимальный срок уборки и до того как то что это рассыпаться луковица на зубки поэтому заметили сразу выкапываете чеснок ну тут дальше идем по технологии дальше кто-то показывает даже в интернете что они чеснок выдергивают из земли я категорически против потому что у нас белоруссии почвы хотя и не тяжелые они почвы песчаные суглинистые но если дергать чеснок из земли можно нарушить целостность луковицы вот это один момент второй момент что если тянуть лук из земли можно просто-напросто оторвать себе и наша луковица станции земли поэтому я только-только подкапываю свой чеснок подкапываю ну а то дальше опять же приходится видеть что чеснок убирается в дождевую погоду ну хотя лучшие сроки конечно это солнечно-сухая погода но ежедождливая погода есть дождливая погода и вот многие убирают и начинают стучать луковицу об луковицу луковицу чернок и лопаты стучат значит выделите микротравму чесноку зубки будут поврежденные будут иметь язвочки и соответственно будут плохо храниться далее выкопали чеснок не держите его на солнце потому что солнечные ожоги для лука из чеснока в отличие от лука очень опасны очень опасны потому что не приводит к загниванию зубков чеснока поэтому выкопали 10 минут максимум полчаса и чеснок убрали где-то в тянистое место он не должен жариться на солнце ну конечно кто-то берет сушит как выкопал так и сушит ну я же уже который вот уже практике убедился и рассказывал вам ну повторюсь я весь чеснок сразу промываю беру чеснок ведро с водой опускаю выкопал одно ведро второе ведро выкопал обработал ну может быть это час-два в воде выкопал обработал значит в чем заключается обработка срезаю корни они еще очень мягкие легко срезаются и удаляю нижние листья значит фактически при этом способе когда чеснок моется у него повреждается только одна верхняя чешуя все остальные чешуи сохраняются чтобы в дальнейшем способствовать что будет очень хороший урожай ну и вот тоже как бы и приходится читать что вот чеснок не держите в воде и вода зайдет туда внук луковицу готов хранится это суще неправда уже не один год я копаю чеснок и приходилось видеть что как бы вода проникает над луковицы но она не упитывается чесноком легко она оттуда испараться и чеснок хорошо хранится вы можете убедиться на своем опыте провести такой опыт и убедиться что это так ну далее для того что на чеснок ну мы выкопали не удаляем сразу вот эту ботву почему ботву не удаляем чеснока потому что питательные вещества идет отток питательных веществ из листьев туда в луковицу наша луковица становится более полновесной более тяжелой поэтому сохранение вот этой надземной части очень важно ну чеснок просто можно связать пучки вот ну а дальше подвесить ну подвесить можно не только вот корнями вниз можно корнями вверх вот промыли корнями вверх но и это и что не все сохранность вашего чеснока будет гораздо гораздо выше и он сохранится не только до нового урожая гораздо и дольше вот эти луковицы которые вы промыли перед тем как просушить опускаем следующий раствор на полчаса опускаем раствор сенной палочки и триходермы профит такой раствор опустили полчаса подержали после этого смело сушим болезни на вашем чесноке на зубках уже не будет он будет чистый а соответственно он будет храниться замечательно до нового урожая если вы так сделаете соблюдете время время уборки после подготовку чеснока после выкопки если так сделать вы будете иметь очень хорошие результаты и иметь поставлен на столе хороший чеснок надеюсь эта информация была полезной ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и заходите в наши магазины до свидания